Здравствуйте, друзья! С вами канал New Rush World, наша еженедельная информационно-аналитическая программа. Я ее ведущий Александр Глощенко. Добрый вам день, добрый вам Первомай. Первый, самый многочисленный вопрос. Просто согласитесь, вы прекрасно знаете, что наша передача посвящена одной единственной цели – ответу на ваши вопросы. В соответствии с тем разумением, которое имеется у меня в мозгу. И я хочу на ваши вопросы ответить. Вы вопросы задаете, и самый многочисленный вопрос, вы знаете, какой оказался вопрос? Вопрос оказался – ваши просмотры с Ютуба удаляются. Да, действительно. Мы с Юрием Гемельфаровым, с моим, скажем так, начальником, руководителем, главным редактором, мы совершенно ясно и четко знаем, что наши просмотры, ваши просмотры, вернее, ваши просмотры на Ютубе ясно и четко удаляются. Вот, допустим, идет у нас программа, которая набрала, например, 5-10 тысяч просмотров, начинаешь просматривать ее через полчаса, бах, 3 тысячи просмотров куда-то делось, 2 тысячи просмотров куда-то делось. Нам с Юрием очень сложно рассуждать на эту тему, мы не знаем, мы не понимаем, абсолютно не понимаем, на каком основании, в связи с чем убираются просмотры на этом самом Ютубе. Мы можем сегодня, сейчас, показав пальцем, значит, на этих самых Ютуберов, ну, я имею в виду руководителей этого Ютуба, просто ясно и четко сказать, что, ребят, ну, наверное, вы воруете наши с Юрием доходы в определенной степени. Это моя догадка. Вторая догадка, это первая догадка была, а вторая догадка это то, что вам просто звонят из определенных контор, допустим, из какой-нибудь конторы, которая имеет аббревиатуру МВТ, или аббревиатуру ФСБ, или аббревиатуру СК, и вам ясно и четко, определенно говорят, слышь, а вот этих двух идиотов, пожалуйста, срежьте у них там просмотры, это моя догадка, ребята, я никого ни в чем не хочу обвинять, я ясно и четко говорю, что если мы знаем, мы определенно знаем, что час назад было 10 тысяч просмотров, а ровно через час стало 5 тысяч просмотров, так, наверное, не бывает. Просмотры обычно нарастают, а скорее всего не снижаются, поэтому ясно и четко и в лоб и в глаза говорю руководству этого самого Ютуба, вы ведете себя несколько, ну, наверное, неправильно, не буду говорить по-хамски, да, буду говорить неправильно. Ну, а теперь переходим к остальным вопросам. И следующий, второй вопрос, который вы многочислено задали, это судьба, борьба Ивана Павлова. Итак, Иван Павлов – это адвокат. Давайте сразу, значит, вот определенным каким-то ясным и четким образом поговорим об этой профессии. А адвокат – это тот самый человек. Дело в том, что у меня есть среди адвокатов достаточно большое количество знакомых, ну, хороших, очень хороших людей, которые занимаются. У нас многие думают, что адвокат – это тот, который отмазывает бандитов. Нет, это не тот, который отмазывает бандитов. Дело в том, что под судом находятся не только бандиты, под судом находятся еще честные и добросовестные люди. И каждый из нас, как говорит великая, да, великая русская пословица – от тюрьмы и от сумы не зарекайся. И вот те люди, которые пытаются оказать правовую помощь обычному, нормальному человеку, который оказался в сложной ситуации, независимо от того, по какой статье, мы совершенно ясно, четко и железно понимаем, что эта профессия совершенно благородная. Так вот, Иван Павлов арестован. Он лидер команды «29». Знаете, что такое команда «29»? Объясняю, что такое команда «29». «29» – это 29-я статья Конституции Российской Федерации. Он организовал команду «29». 29-я статья – это статья о свободе слова, о свободе распространения информации. В настоящий момент Иван Павлов является защитником по делу Сафронова. Вспоминайте, Сафронов – это тот самый человек, который был в свое время журналистом, потом стал пресс-секретарем Роскосмоса, что, в принципе, является, ну, скажем так, не совсем положительной строкой в его биографии. И обвинен в настоящее время в государственной, в разглашении, вернее, в государственной измене. О! Государственной измене. Дело обострилось. Дело обострилось в связи с тем, что Комитет государственной безопасности, вернее, Федеральная служба безопасности, простите, я его так по старинке называю, потому что суть этой организации никак и никоим образом не изменилась. КГБ, оно как было КГБ, так оно и есть КГБ. Да. Даже при условии, что оно придет сегодня и сейчас вот сюда, я хочу прямо, ясно и четко сказать, что это самая Федеральная служба безопасности. Ведет сейчас дело Сафронова, которых, да, я уже назвал подробности этого дела, некоторые подробности. Значит, смотрите, Иван Павлов защищает Сафронова, Ивана Павлова арестовывают, задерживают и арестовывают в связи с тем, что, я так понимаю, в связи с тем, что по делу Сафронова нет никакого продвижения. Вы представляете, единственный, единственный в российской истории адвокат, который задержан и арестован. Дело в том, что задача, цель деятельности адвоката есть не что иное, как защита своего подзащитного, да, своего клиента. Давайте правильно назовем, клиента. Так вот, адвокат Иван Павлов задержан за то, что защищал своего клиента. Он задержан. Значит, смотрите, давайте по полочкам все разложим. Последнее время жесткое обострение российско-чешских отношений. Так, кому Сафронов отдавал папочку в рижском кафе? Сотруднику, якобы сотруднику чешской разведки. Якобы сотруднику чешской разведки. А давайте еще дальше разобьем это дело. Сафронов написал статью о том, что председатель Совета Федерации Матвиенко в скором будущем, это было два года назад, в скором будущем уйдет в отставку. Это может быть любая фантазия любого журналиста. Журналист, он волен в своей фантазии. Он написал эту статью. После этого была дана команда объявить его агентом чешской разведки. После этого он был задержан и арестован. После этого обострились взаимоотношения с Россией, с Чехией. На фоне взрыва там различного рода складов с вооружением, боеприпасами, связанными с вот этими всякими там Мишкиными и Чипигами. И Ивана Павлова, защищающего Сафронова, задерживают и арестовывают как адвоката за разглашение тайны следствия. А смотрите, каким образом он разгласил тайну следствия. Я вам зачитываю. Он опубликовал в социальной сети постановление о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Это не может являться государственной тайной. Дело в том, что этот документ постановления следователя, вот любой следователь выносит постановление. Господи, по любому делу, по дорожно-транспортному происшествию, по ограблению, по мордобою, по какому-нибудь, по любому делу следователь выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Никакой тайны в этом нет. Следователь написал на своем компьютере или своей собственной ручкой, авторучкой, написал «Постановляю, как следователь, имея на это процессуальные права, постановляю привлечь Сафронова в качестве обвиняемого». И адвокат, получив копию этого постановления, публикует его в социальной сети. Что, где, почему и каким образом здесь присутствует государственная тайна? Никакой государственной тайны нет. Вся страна знает о том, что Сафронов сидит в тюрьме. Да, сидит в Лефортовском политизоляторе. При этом Иван Павлов признается, вернее, привлекается сейчас на данный момент по уголовной статье ему уже самому, ему адвокату, уже предъявлено обвинение в том, что он разгласил государственную тайну. Вы понимаете, какой жесткий абсурд? Насколько это перекликается с теми темами, с теми вопросами, что идет полнейшее жесткое наступление на права. Смотрите, на чьи права. На права адвокат, журналистов, политических лидеров, политических деятелей. На права обычного, простого человека. Да не хочу я разглашать никакую тайну. Я железно знаю, что Сафронов сидит в тюрьме. Что он сидит в политизоляторе Лефортова. Он там сидит. Значит, он уже признан либо обвиняемым, либо подозреваемым. Там разные категории. А потом он будет признан и подсудимым. Вот эта власть, она так закусила у дела, что она не может. Вот этот конь, который несется, эта птица-тройка, это вот эта Русь, да, великая, она так быстро скачет, что адвоката признают виновным в разглашении государственной тайны о том, что знает вся страна. Дело в том, что дело, которое возбудило, дело на Сафронова, которое возбудило Федеральную службу безопасности, оно рассыпается. Вспоминайте, друзья, вспоминайте, об этом деле рассуждал, если не ошибаюсь, да-да-да, на ноябрьском своем общении с журналистами сказочный национальный лидер. Я вспоминаю, сказочный национальный лидер ясно и четко сказал, он виновен, он разгласил, он предатель. Это было в ноябре, если, ну, где-то в середине ноября. Значит, смотрите дальше, что получается. Эти самые КГБшники, ФСБшники, следкомовцы, МВДшники, они взяли и подставили сказочного. Теперь им отступать некуда, им некуда отступать. Они положили ему на стол папочку. Ясно, четко написали в этой папочке, что Сафронов предатель, что он никто иной, как разгласитель государственной тайны, что он отдал папку какому-то чешскому разведчику или шпиону там, или какому-то чешскому Джеймсу Бонду. Вопрос-то следующий возникает. Раз сказочный об этом объявил во всеуслышание и назначил его преступником, как он может отступать. Все, теперь все. Теперь будут хватать адвокатов, теперь будут хватать всех, кто имеет какое-то отношение к этому делу. Вот и все. Так, это мы с вами говорили об Иване Павлове. Я попрошу вас, друзья, пожалуйста, пометочку себе сделайте. Это будет громкое дело. И мы будем обсуждать его еще не раз. Следующий вопрос – это о покушении на Лукашенко. Но это дело смешное. Оно даже не имеет ничего общего с реальной действительностью. Это не что иное, как фарс. Это не что иное, как ясная и четко обозначенная глупость. Ну, мы можем, конечно, можем просто посмеяться, можем просто поулыбаться, ну и сравнить этого придурка с каким-нибудь Каддафи или с каким-нибудь Самосой. Ну, а с кем еще сравнить? Дело в том, что наличие заговора против него. А, вот, давайте, знаете, с чего начнем? Давайте начнем с реакции нашего сказочного национального лидера. Дело в том, что я не могу, ни в коей мере не могу свою собственную страну, которая вот под командой сказочного национального лидера сейчас прозябает, не могу оставить в покое. И в связи с этим давайте вернемся к обращению, или как оно там называлось, воззвании, или как там, дурь вот этого, которую он нес. Ой, простите, ради бога. Он может обидеться, если... Значит, к федеральному собранию. Значит, вот дурь, которую он нес к федеральному собранию, значит, там выглядело так, что в последней трети своего обращения он ясно и четко сказал, что убивать товарищ Байден, там же, как оно заключалось, в чем? То, что Байден тоже убийца, да? Байден же его обозвал убийцей, да? Или там согласился с тем, что Путин убийца. Так вот, там интересная мысль прозвучала о том, что мы-то прекрасно понимаем, что есть там политическая борьба, еще что-то, но, тем не менее, убивать главу суверенного государства, уважаемый товарищ Байден, это не совсем будет правильно. Вот такого плана было высказывано. Я сейчас не хочу цитировать дословно, потому что мне честно, вот честно скажу, друзья, мне западло перечитывать тот бред, который был произнесен с большой трибуны. Так вот, наличие заговора, наличие заговора, наличие государственного, попытки государственного переворота не противоречит его картине мира. Вот давайте с этого начнем и об этом будем говорить, вот по этому самому вопросу. он прекрасно понимает, он чекист, он безопасник, он тот самый человек, который всю жизнь в себе воспитывал и поддерживал не что иное, как способность противостоять заговорам, различного рода переворотам, да-да-да-да-да-да. И давайте согласимся, что даже в советское время, когда мы жили, кто жил в советское время, вспоминайте, мы жили так спокойно, мы жили так легко, мы жили так весело, там, значит, получая зарплату в 120 рублей и получая от государства бесплатные квартиры и стоя в очереди за автомобилем по 10 лет, мы жили очень спокойно. При этом, при этом существовали такие службы, как комитет государственной безопасности, который занимался ничем иным, как борьбой с противодействием возможным государственным переворотам. И это было. И это же на самом деле. Вспоминайте, что было в России, что было в Советском Союзе, когда умер, например, товарищ Сталин. В какие степени боевой готовности были переведены вооруженные силы и в какие степени готовности были приведены там различного рода войска МВД, НКВД, там, и все остальное. А вспоминайте, что было, когда умер товарищ Брежнев, или когда уходил в отставку товарищ Хрущев. Это на самом деле было противодействие государственным переворотам. Поэтому наличие заговора не противоречит картине мира Владимира Путина. И он совершенно ясно и четко видит и понимает, что заговор может произойти в Белоруссии. А вот тут вот, вот смотрите, мы должны сделать выбор. Мы, как умные люди, вы, друзья, как умные люди, должны сделать выбор. Он врет или он не врет? Если он не врет, то значит, он допускает наличие заговора и наличие попытки государственного переворота. И второй момент, и второй выбор, второй вывод, скорее вывод, да, чем выбор. Он врет. Он просто врет о том, что этот заговор мог существовать. вот он взял и нам всем дружно наврал в своем обращении, в своем послании к Федеральному собранию. Дело в том, что, судя по подробностям, по описанию этого самого выбора, переворота, переворота, вот так вот скажем, его существовать не могло. Там три, три хилых ботаника, каких-то, один литератор, другой политолог, третий тоже какой-то то ли политолог, то ли литератор. Ну, не могли они, не могли они сподвигнуть мужественных людей, касая сажень в плечах и автомат в руках, не могли они их сподвигнуть на совершение государственного переворота. И 150 джипов с пулеметами крупнокалиберными. Блин. Дело в том, что я посчитал, как, ну, скажем, как специалист в этой области, дело в том, что крупнокалиберный пулемет Владимирово-танковый на станок уже установить практически невозможно. Могут быть только пулеметы ДШК 12,7 мм, но их в таком количестве не сохранилось со времен Великой Отечественной войны. Ну, ну, вот честное слово, это надо было придумать. Но зато у нашего сказочного национального лидера теперь есть, что ответить кому? Совершенно верно. Байдену. Джо Байдену. Джозефу Байдену. Путин может Байдену теперь ответить. «Слышь, Джо, ты назвал меня убийцей? Ты согласился с тем, что я убийца?» И вот теперь именно в этот момент он скажет «А ведь ты собака такая собирался убить, уничтожить, захватить значит, главу суверенного государства, такого, как Белоруссия, ну, которая по своим размерам и по своему экономическому потенциалу, ну, скажем, соответствует какому-нибудь штату Айдахо. Ну, например, да, я называю самый такой вот штат, который, ну, не самый развитый, да, штат в Соединенных Штатах. Значит, да, теперь можно ясно и четко говорить во всеуслышание устами господина Пескова о том, что Байден тоже убийца, он собирался, да не то, что собирался убить этого самого Лукашенко, захватить и убить и сделать в стране государственный переворот, он собирался уничтожить всю его семью вместе с детьми, там, это страшная история, да. То есть, ну, такая вот мысль подчеркивается, что мы, мы президенты, мы президенты, мы все убийцы, ты назвал меня убийцей, я называю тебя убийцей. Вот, поэтому, честно вам скажу, то, что, наверное, скорее всего, такая цель и была поставлена при планировании вот этого вот государственного переворота. Единственное, кого мне в данном случае жалко, кого мне, скажем так, да, на самом деле жалко. Вот эти вот люди, которые принадлежали к белорусской национальной, там, что-то, национальный комитет, какой-то, национальный совет, вот эти вот все люди, которых взяли за жабры, которых подтянули и обвинили, они будут именно невинными жертвами. Вот эти невинные жертвы, потому что, ясно и четко объясняю, человек, который безжалостен, прагматичен, прагматичен и циничен, в данном случае поступает так, как он хочет поступить. И я не знаю, что с ними будет. Кто-то из них получит десятку, кто-то из них получит двадцатку, может быть, кто-то будет помилован, а может быть, кто-то будет расстрелян. Я не знаю, кстати, даже не в курсе, там смертная казнь Белоруссии существует или не существует, а ведь это просто взяли посторонних, ни в чем не повинных людей. Ну, может быть, у них были иные политические взгляды, чем у Александра Григорьевича Лукашенко, а ведь они просто проведут конец своих дней в узилище, в тюрьме, да, и судя по их возрасту им, наверное, не совсем хватит, сочувствую им, я говорю, им не совсем хватит тех самых лет для того, чтобы дожить до своей собственной свободы. Так, к четвертому вопросу переходим, это борьба с журналистами на митингах. Борьба с журналистами на митингах, и что самое характерное и интересное, я сейчас не буду напоминать обо всех журналистах, которые были на митингах задержаны, это и журналисты «Эхо Москвы», я сейчас перечисляю, издания наиболее либеральные, наиболее демократичные, это «Эхо Москвы», это «Дождь», это, да, более того, мы-то речь сейчас с вами ведем о 21 апреля, тот самый день, когда проходил митинг за свободу Алексея Навального и за предоставление ему возможности медицинского обеспечения или обслуживания, да, смотрите, были задержаны журналисты «Эхо Москвы», «Дождя», самое интересное, «Комсомольская правда», вот этой самой кремлевской газеты «Комсомольская правда» был задержан журналист. Я сейчас не буду их рекламировать, ну, потому что абсолютно это ни к чему, я ясно, четко могу сказать, да, значит, журналист «Медузы», короче, пять или шесть журналистов были задержаны, это то, о ком нам стало известно. И им были заданы совершенно глупые вопросы, на каком основании, почему вы в нарушении закона о митингах находились там кто-то без этой жилетки, там, желтой или оранжевой, кто-то без бейджика, самое интересное, был задержан писатель, писатель, и журналист, в том числе Дмитрий Быков, вот, кстати, один из моих любимых писателей, которого я страшно люблю читать, и интереснейший момент, а оказывается, друзья, сейчас не буду долго развивать эту тему, ясно и четко, вы просто много задали на эту тему вопросов, а я вам честно, ясно и четко говорю, что мы погружаемся в Белоруссию, вот Беларусь погружается в Северную Корею, а мы погружаемся в Беларусь, а от чего и почему рассказываю, смотрите, в Беларуси в законе о о значит, у них есть закон о печати, вернее, о средствах массовой информации, и в России есть закон о средствах массовой информации, вот смотрите, что будет следующим пунктом и что будет следующим шагом наших властей, в Беларуси в закон о СМИ, о средствах массовой информации включен пункт журналисты, вот мы понимаете, мы идем по кругу, мы сейчас возвращаемся опять к Беларуси, вот мы сейчас говорили о покушении на Лукашенко, а нынче, вот в эту секунду, мы говорим о том, как мы туда придем, мы придем туда, где будут изобретать эти покушения каждый день, смотрите, в Беларуси в законе о СМИ существует пункт, журналисты, да, его ввели совсем недавно, вот когда, вспоминаете, август двадцатого года, значит, массовые протесты в Беларуси, в Минске и других областных центрах Беларуси, и не только в областных, и в районных также в закон о СМИ вносится пунктик журналисты, представители средств массовой информации, сотрудники, вот, дословно, сотрудники средств массовой информации, осуществляющие освещение несанкционированных, не, да, несогласованных, несогласованных местными органами власти массовых мероприятий являются нарушителями общественного порядка. Все. Ясно и четко. Алло, слышь, журналюга, ты со своей кинокамерой, ты со своим блокнотом, ты со своим фотоаппаратом, с чем угодно, как угодно, если ты появился на несанкционированном, на несогласованном митинге, уличном шествии, и каким-то образом эту информацию распространил, ты являешься нарушителем общественного порядка. И соответствующая статья, введена в административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях Республики Беларусь. Мы на очереди. Мы стоим в очереди сейчас за Северной Кореей, и мы стоим в очереди за Беларусью, за теми странами, которые запрещают журналистам сегодня, сейчас освещать те мероприятия, которые по усмотрению власти являются ничем иным, как несогласованными или несанкционированными. Простите, я задаю вопрос власти. Произошло дорожно-транспортное происшествие, ну, скажем, какое-нибудь грандиозное, да, автобус врезался в самосвал. Да, 10 трупов. Имеет ли право журналист это дело освещать? Или, опять же, это ничто иное, как нет. Вот вы посмотрите, в чем парадокс. Несанкционированное массовое мероприятие. 10 трупов и еще 20 покалеченных в автобусе, который врезался в самосвал. К примеру, там Икарус врезался в КамАЗ на трассе. 10 трупов, 20 покалеченных, я прошу прощения, но такое бывает в этой жизни, и мы знаем о том, что такое бывает, да, но давайте спросим у властей, это можно снимать или это нельзя снимать? Об этом можно рассказывать по телевизору, по радио, в интернете или нельзя? Так может быть журналистика это та самая служба, которая очень сильно похожа на скорую помощь, а это скорая помощь, чтобы донести до людей то, что нужно донести, о том, что не надо пьяным садиться, например, за руль, да, один момент, да, а это разве не та служба, которая очень сильно похожа на полицию или милицию, как ее называли раньше, о том, что нужно всеми возможными способами пресекать нарушение закона, да, а это не та самая служба, которая похожа на противопожарную службу, ну, на обычную пожарную охрану, пожарную команду, называйте ее как хотите, о том, что пожар нужно всегда тушить, может быть, это похоже на какой-нибудь горгаз, да, о том, что утечка газа, это опасно, это будет взрыв, журналистика, это примерно то же самое, да не примерно, господи, это железно то же самое, что скорая помощь, полиция, пожарка и горгаз, это то самое, то, что должно приезжать первым делом и первым делом обсуждать и давать какие-то, ну, какие-то, предлагать какие-то решения, в этом и суть той самой журналистики, ну, а тут есть одно, всего лишь одно решение, это привлекать журналистов к ответственности, ну, на самом деле смешно, по-идиотски смешно привлекать к ответственности за то, что они пользуются 29-й статьей Конституции Российской Федерации, а статья эта называется о свободе распространения информации, 29-я статья Конституции, теперь эта статья не работает, мы с вами разбирали много статей Конституции, которые уже не работают, но теперь еще одна о том, что о том, что распространять информацию нельзя, независимо от того, вы находитесь в желтом или оранжевом жилете, вы находитесь с бейджиком или без бейджика, или вы находитесь с кинокамерой, с фотокамерой, с чем угодно. Значит, смотрите, интересный момент, вот вы задаете вопрос, я его законспектировал и отвечаю на него. В городе Уфе, это столица Башкортостана, государственный федеральный инспектор по республике Башкортостан собрал совещание правоохранителей и значит, и журналистов. Вот, кстати, продолжение журналистской темы, да, на так называемый бриф или ну, ну, как его назвать, ну, семинар, что ли, да, или коллокриум о том, чем призывы отличаются от информации. Дело в том, что несколько людей, вернее, не несколько людей, дело в том, что Уфа является городом, где, значит, при помощи Росгвардии, полиции и иных силовых структур наиболее жестоко, кстати, два города, кроме еще Питера, вот смотрите, Питер, Казань и Уфа, там, где наиболее жестоко были разогнаны мероприятия 21 апреля, ясно и четко говорю, так вот, Уфимский государственный федеральный инспектор собрал журналистов, общественников и, а я не хочу, не хочу называть его фамилию, просто западло, честное слово говорю, не хочу рекламировать этого человека на букву П, так вот, и, значит, произошла дискуссия на тему, чем призывы отличаются от информации, так вот, его просто ясно и четко, и гражданские активисты, и журналисты, просто запинали в угол и сказали, слышь, мужик, призывы это когда человеку говорят, пошли на митинг, пошли на несанкционированный митинг, пошли на несогласованный митинг, а чем этот несогласованный митинг или призыв отличается от информации, он отличается элементарной вещью, то, что люди просто, ясно и четко говорят, что сегодня в городе Уфе прошел митинг, вот, это ответ на ваш вопрос, так, следующий, по-моему, шестой, он по счету у нас вопрос, да, это обострении российско-чешских отношений, мы с вами уже в начале нашей передачи, в начале нашей программы повели речь о адвокате Иване Павлове, который в определенной степени, наверное, скорее всего, имеет определенную, там, дело в том, что он защищает журналиста, бывшего журналиста Сафронова, а Сафронов каким-то образом якобы взаимосвязан с чешской разведкой, давайте так, а тут еще кипит, кипит, кипит и булькает дело именно обострения взаимоотношений России и Чехии, и давайте сейчас вот об этом поговорим, вы слишком, очень много, слишком это неправильное слово, очень много задали вопросов на эту тему, о том, что, например, Мишкин, Чипига в свое время совершили там то ли террористический акт, то ли диверсию и взорвали взорвали склад оружия и боеприпасов, который принадлежал болгарскому болгарскому бизнесмену Гебриу, то, что это на сегодняшний день доказывает доказывает чешская правосудие, чешская, ну, в данном случае полиция, там нет разделения, как в России, например, у нас по особо тяжким статьям у нас занимается Следственный комитет, а по не совсем тяжким у нас занимается МВД, там такого разделения нет, я специально копался в чешской юриспруденции, там всем занимается полиция, просто разные отделы, одни занимаются тяжкими делами, другие не тяжкими, так вот, чешская полиция пытается доказать о том, что Мишкин и Чепига, вот эти вот два героя, кстати, героя Российской Федерации, ясно и четко говорю, они присутствовали там в тот самый момент на этом самом военном складе, там, где произошел подрыв, там, где этот склад выгорел, были человеческие жертвы, два человека погибло, и многие из вас задают этот вопрос с определенной иронией или даже сарказмом, что они нарисовались и там, ребят, можно, можно относиться к сарказмам и с иронией и говорить, что и Мишкин, и Чепига, и Солсберецкий шпиль, и сон на одной шконке в дешевой гостинице, это смешно, но давайте наверное, а давайте наверное все-таки подумаем о том, что это люди, которые выполняли очень жесткую, очень бесчеловечную задачу, и в Солсбере, и в вот этой вот чешской деревушке, это просто-напросто убийцы, это люди, которые были заточены под уничтожение людей, они едва ли не убили этих самых папу и дочку Скрипалей, они проще говоря убили там какую-то английскую женщину, сейчас не буду вспоминать ее фамилию, давайте себе ответим ясно и четко, что профессиональные убийцы, ну пусть в форме, пусть без формы, пусть в погонах, пусть без погон, мы ясно и четко должны понимать, что в нашей стране, в нашем государстве под руководством сказочного национального лидера, под руководством его, одного из его помощников, господина Шойгу или Шойгу, там называйте его как хотите, в рамках генерального штаба, а также главного этого самого разведывательного управления существуют люди, которые профессионально занимаются убийствами, диверсиями и на месте убиенного или жертвы или жертвой диверсии может оказаться любой из нас. Да, любой из нас. Тот, который из нас сказочному или его первому заместителю, помощнику не понравится. Значит, о том, вот смотрите, мы сейчас, мы, демократы, либералы, там начинаем рассуждать о том, что Чапига и Мишкин криворукие, что они не смогли до конца довести дело, связанное со Скрипалями. Это большое заблуждение. Ребята, а давайте себе ответим на вопрос, а сколько, сколько и почему этих самых недобрых дел было доведено до конца? Ведь мы же этого не знаем. ведь мы знаем только о том, что стало неудачей, что стало поражением, но мы не знаем о том, что было победой. Вот давайте рассуждать с этой точки зрения, сколько было уничтожено, убито, отравлено, подожжено, взорвано людей, объектов, определенным образом достигнут в этом вопросе успех. Поэтому оценка о том, вернее, оценка Мишкина и Чипиги как криворуки, а ведь есть не Мишкин и Чипига, есть еще, допустим, Шишкин и какой-нибудь Ханыга, к примеру, я вам называю вот эти фамилии, совершенно отвлеченные, а ведь те-то люди, наверное, нигде не попались, а ведь они совершают свои злобные деяния и добиваются определенного успеха. Вот так вот надо рассуждать, я полагаю. Поэтому оценка абсолютно неверная. Мы с вами как либералы, как демократы не имеем права недооценивать противника. Это я вам говорю как красный командир. Недооценка противника это самая крупная и самая большая ошибка в деятельности любого не важно командира или не командира в деятельности любого человека. Просто у любого человека есть определенный набор противников, будь то там политический, будь то экономический, но тем не менее недооценивать противников нельзя. Так очень много вопросов прилетело по поводу конфликта между Киргизией и Таджикистаном. Киргизией и Таджикистаном. Я скажу так, в моем поле зрения, это девятый вопрос у нас, да, да, седьмой. Значит, дело в том, что Киргизия и Таджикистан не совсем в поле моего зрения, но вот так вот полистав на скорую руку, ясно четко могу сейчас назвать итоги. 40 погибших, 200 пострадавших и вы знаете, что самое интересное? Вот к чему я пришел, к какой мысли я пришел и к какому выводу я пришел? Это то, что натворили товарищ Ленин с товарищем Сталином, да? Казалось бы, причем здесь грузин, допустим, грузин Сталин и причем здесь там наполовину калмык, наполовину еврей Ленин. А оказывается, они провели границу так, что анклавы киргизские оказались на таджикской территории, таджикские анклавы оказались на киргизской территории. То есть, вот эти, ну, анклав, может быть, громко сказано, конечно, но по большому счету, ну, какая-нибудь, какой-нибудь киргизский кишлак или аул оказался на таджикской территории. Какой-то таджикский аул или кишлак или там, давайте по-русски скажем, деревня оказалась на киргизской территории. Мы громко называем это анклавами. В чем вопрос? Водозабор, да? Мы знаем, что это Средняя Азия, это страна с недостаточным количеством водных ресурсов. Вот и все. Ленин со Сталиным напортачили, теперь киргизы с таджиками грызутся. А прямо ясно, четко можно сказать, да, и больше того, я скажу, что сегодня уже на эту тему выступил Песков, ясно и четко заявил, давайте это самое, не будем какашками в него бросаться, он в данном случае выполнял свою функцию как пресс-секретаря, он ясно и четко сказал, что Россия предложила, предложила свое содействие в урегулировании конфликта. Если надо, пожалуйста, миротворческие силы, если не надо, то чисто политическое урегулирование, приедет группа дипломатов, будем организовывать переговоры. Значит, и Таджикистан, и Киргизия от помощи третьих стран отказались. Вот, все, что по данному вопросу могу сказать, а вопрос нулевой, вода, просто вода, ну а если брать немножко глубже, то это, наверное, скорее всего, в определенной степени связано с экономикой. Экономика, вода, это не что иное, как экономика. Это значит полив, это значит еда, это значит, простите меня, стирка и все остальное. Так, поехали дальше. Вопрос, связанный, вопрос, связанный с избыточной смертностью от ковида. Дело в том, что многие мне задают вопрос, я дважды в двух передачах, наших двух крайних передачах, напоминал и говорил о том, что повышение заболеваемости и смертности от ковида, наверное, скорее всего, будет нарастать. И мы ясно и четко видим, что оно нарастает. И мы должны понимать, что скорее всего третья волна коронавируса наверное, скорее всего, состоится. Многие мне тут написали, что мы не верим, что она состоится. Наверное, скорее всего, уже большая часть населения переболела этим коронавирусом. Прямо скажу, никакая не большая часть ничем не переболела. Значит, у нас сейчас потенциал, вернее, потенциал социальной службы, социальной службы нам докладывают, что у нас вакцинации, докладывают, что хотят сделать прививку, вакцинацию всего лишь 10% населения. Вот смотрите, парадокс, да? Все говорят о беде, все говорят о страшных вещах, но всего лишь 10% реально хотят вакцинироваться. На сегодняшний день вакцинировалось 7% населения, избыточная смертность, избыточная смертность составила 500 тысяч человек. Нам с вами государственная статистика говорит 100 тысяч, 110, 110. Значит, на самом деле умерло от ковида 500 тысяч человек. Почему от ковида мы ничего другого придумать не можем? Мы просто не можем придумать. Мы ясно и четко говорим, что если допустим с марта по март или там по апрель с марта 2000 по апрель 2001 года умерло на 500 тысяч человек больше, то есть на полмиллиона человек больше, то иной цифры, иного понимания как коронавирус мы не можем представить себе, потому что у нас что, идет война? У нас нет войны. У нас нет войны. У нас есть 500 человек избыточной смертности. Значит, в процентах, говорю в процентах, кому это будет интересно, значит, избыточная смертность составляет 25%. 500 тысяч это 25%. То есть если в год умирает примерно 2 миллиона, то 500 тысяч это и есть 25%. Так, теперь вы задаете вопрос, друзья, вы задаете вопрос об отсылке или о направлении заключенных на строительство Байкала-Амурской магистрали. Я честно скажу, в свое время, году где-то в середине 70-х, в середине, да, вспоминайте, друзья, те, кто из вас постарше, и те, кто помнит этот период, что строительство Байкала-Амурской магистрали, оно состоит из нескольких этапов. Значит, впервые Байкала-Амурская магистраль была построена, вспоминайте, была построена в 30-е годы, Байкала-Амурская магистраль была построена в 30-е годы, а потом она была разобрана. Вы знаете, в связи с чем она была разобрана? В связи с тем, что нужно было срочно построить ракадную, военную, железную дорогу от Саратова, вот, от того места, где я сейчас нахожусь, да, значит, от Саратова до Сталинграда, во время Сталинградской битвы, и эта дорога была построена, кстати, мне несколько раз приходилось по ней ездить на железнодорожном транспорте, и она имеет интересную особенность, она до сих пор, в отличие от других железных дорог Советского Союза, не электрифицирована, да, там просто ездят так называемые тепловозы, которые коптят наше небо, так вот, смотрите, бам разобрали, построили ракадную военную железную дорогу на Сталинград зимой 42-го тире 43-го года, потом, в 70-е годы уже строили так называемую Байкало-Амурскую магистраль, значит, это была всенародная комсомольская жуткая стройка, мы прекрасно знаем, что в те годы у нас ясно и четко скрывали от нас, от нас советских граждан, скрывали количество привыкаемых к этому труду осужденных теперь скрывать достаточно сложно и поэтому встал вопрос на уровне законодательной инициативы о привлечении заключенных к строительству Байкало-Амурской магистрали, ну, прямо вам могу сказать, что мы возвращаемся в те самые 37-е, 38-е, 40-е, а может быть 50-е годы, дело в том, что Бам-Лаг уже был, ведь это на самом деле, берем, сейчас скажу, шестой том, шестой том архипелага ГУЛАГа, и там ясно, вернее, шестой том Солженицына, полного собрания сочинений, а это не что иное, как третий том архипелага ГУЛАГа, и там ясно и четко описывается Бам-Лаг, Бам-Лаг, как там жили люди, что это Север, что это Сибирь, и туда будут вывозить заключенных, и эти заключенные может быть когда-нибудь получат не что иное, как значит, ну, им скостят срок, может быть, за участие в этих мероприятиях, там, по строительству этого Байкал-Амурской магистрали, но вместе с тем нужно сказать, что открываем с вами, друзья, открываем с вами Конституцию, не что иное, как Конституцию, основной закон, главный закон нашей страны, и там ясно и четко сказано, что труд в Российской Федерации свободен, не что иное, как личная воля, личное желание человека является побуждением, или является, ну, скажем так, ничем иным, как мотиватором к труду, если я хочу работать, я буду работать, если я не хочу работать, я не буду работать, а труд за колючей проволокой, труд вот с этими там кувалдами, когда на тебя смотрят с наблюдательной вышки вертуха с автоматом, это не труд, это рабство. Поэтому, давайте, вот мы, смотрите, с вами говорили о задержании, аресте адвокатов, мы с вами говорили о ничем ином, как задержаниях, арестах, протоколах на журналистов, это второй пунктик, да, а третий-то пунктик у нас какой? Поддержанный рабский труд, кого? Правильно, заключенных. Мы ясно и четко возвращаемся с вами в элементарный, жесткий, наглый сталинизм, да, в ту самую эпоху, когда никто никаких прав не имел. Ну, такова судьба вот этого самого народа, который не хочет выступать за свои собственные права. Значит, друзья, спасибо вам за внимание, я с огромным интересом жду ваших новых вопросов, ваша задача сейчас, ваша задача нажать на значит, вот этот вот самый там, как там, вот так показано, значит, лайк, кинуть лайк, потом написать комментарий непременно, написать комментарий, написать, что вам нравится, что вам не нравится, и ждать наших последующих передач, а последующие передачи будут завтра утром в 8.15 по Москве, а также вечерняя наша передача, наша встреча с капитаном первого ранга ВМС США Юрием Табахом, и в понедельник утренняя передача «Глущина», а вечером в понедельник вы увидите итоги недели. Спасибо вам за внимание, пока! Субтитры создавал DimaTorzok